ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе имя Людмилы Савельевой – Наташа Ростова. Именно её актриса сыграла в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир». Как весело, неправда. Эта картина принесла Бондарчуку премию «Оскар», а Савельевой – всемирную популярность. Спасибо большое. Я тебя люблю. Тут совпало режиссура и понимание мощи Толстого. Тут нужен был такой противовес, такой одуванчик лёгкий, который бы всю тяжесть этого романа на себя перетянул. А Савельевой грезили и наши, и зарубежные режиссёры. Смотрите, вот наша актриса на съёмочной площадке с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен во французско-итальянском фильме «Подсолнухи». Ты ведь любишь меня. Но со временем ролей стали предлагать всё меньше, да и то маленькие, незначительные, и Савельева оставила кино. Это женщина большого мужества. Потому что уйти из профессии – в принципе, большое мужество. Посмотрите, вдруг космонавт уходит из профессии. Вы что? Как без него космос? Савельева посвятила себя семье – мужу Александру Зброеву и единственной дочери Натальи. Ей за 50, но она живёт с родителями. У женщины не всё ладно со здоровьем, так что Людмиле Савельевой и самой не до кино. Но в нашей памяти она навсегда останется юной, воздушной Наташей Ростовой. КОНК РОБОРБА БРЯХЛИЕСФОНИЦИЕМОЛЕТ